В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня директор киношколы «Кинолаб» Елена Левитина и технический руководитель детского радио «Китс-ФМ». Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, детям наверняка все это знакомы, а вот для взрослых, для их родителей, чем вы занимаетесь? Ну, наша киношкола «Кинолаб» возникла на базе продюсерского центра «Файнст Медиа». Возникла такая идея, что нужно создать киношколу, поскольку в Рязани у нас дети, наверное, в этом направлении не очень задействованы, не очень развиты. Да, детей много талантливых. Мы не Москва, скажем так, да, поэтому пойти где-то чему-то научиться вот такому подобному, наверное, негде. Вот поэтому мы решили организовать. Какие дети, какого возраста к вам приходят на занятия? Очень разный возраст, где-то, наверное, с пяти до восемнадцати. Скажем сразу, что с пяти до восьми лет в Рязани детей отдать некуда, потому что берут в основном школьников, начиная с семи лет, с маленькими детьми очень неудобно, наверное, работать сложно, скажем так, да. Поэтому мы берем всех. Берем с пяти лет и до восемнадцати. И что на самом деле дети уже выходят в эфиры, у них есть вещания. Чем они занимаются? Они журналисты? Ну, если это, допустим, возраст с пяти до восьми лет, конечно, пока об эфирах говорить рано. Они занимаются речевым мастерством, актерским мастерством, сценодвижением. У них есть школа внимания, очень модное сейчас направление, которое помогает детям подготовиться к школе. Потом, ну, естественно, вокал, хореография, ИЗО. Когда у нас начинается, наступает восемь лет, дети уже готовы к тому, чтобы выйти в эфир прям буквально почти сразу. Вот особенность вещания, что это интернет-вещание, правильно? То есть это не телевидение, не радио. Расскажите подробнее. Да, почему интернет? Ну, мы видим перспективу развития интернета. Сейчас, конечно, 21 век. У каждого, наверное, школьника, подростка есть смартфон. И практически у большинства есть выход в интернет, где они могут спокойно звонить в скайп к нам в студию, видеть ведущих. Соответственно, живем с ними общаться. Вот. Они не только слушают их. Вот. По технической базе, ну, чем мы, допустим, отличаемся от других радиостанций, ну, возьмем, допустим, детские. Есть-то другие детские радиостанции, но их ведут взрослые, и это совсем для маленьких малышей. Вот. У нас формат дерзкий, прежде всего. Дети, особенно современные, они любят слушать уже более такую музыку, не то что когда-то, там, в детских садиках. Поэтому мы им даем уникальный шанс ставить те вещи, там, музыкальные, клипы какие-то, соответственно, в эфир, то, что они любят сами в реальной жизни. Вот. И, соответственно, они набирают такую, ну, такой, скажем, кружок по интересам, где подростки, дети, ну, в одной теме. Прежде чем к вам поступить, это, может быть, кастинг, отборочный тур, или вы принимаете все? Нет, никаких кастингов нет, потому что, еще раз повторюсь, дети талантливы, все способны. Может быть, разные степени раскрепощенности, наверное, может быть, они зажаты, может быть, еще что-то. Вот наша задача как раз в том, чтобы раскрепостить, снять эту зажатость, чтобы ребенок приходил как на праздник, чтобы каждый день шел к нам, чтобы ему нравилось наше занятие. И на выходе, наверное, участие в каких-то известных проектах, правильно? Да, безусловно, безусловно, конечно. Какие-то проекты? Ну, допустим, наши, допустим, ученики, которые, ну, отличились достаточно успеваемостью, какие-то, наверное, могут яркие личности быть. Мы их обязательно возим на проекты различные. В прошлом году мы были на детском голосе, в этом году тоже поедем. Сейчас идут слепые прослушивания, то есть там, ну, кто будет непосредственно участвовать. Наши, соответственно, дети, они едут познакомиться, допустим, с участниками, взять у него интервью, познакомиться с продюсерами различными. Может быть, у них, ну, кто-то кого-то увидит, и у них открывается уникальный шанс дальше идти. Например, сколько человек в прошлом году побывали на поездке? В прошлом году мы брали порядка 30 человек. Поездка у нас была обширная. Мы поехали на, значит, один из павильонов, где снимают голос дети. Потом поехали непосредственно в Республику Китс. Это крупное детское объединение, одно из первых. Сейчас их, может быть, много разных появилось. Но это, так сказать, был эталон всего то, что сейчас дети, ну, они развиваются там в разных направлениях, то, что делают. Вот. И потом мы едем уже домой в Рязань. Кроме этого у вас еще есть региональный городской проект. Мы идем в школу. Вот расскажите, что это такое. Да. Сегодня как раз у нас первая съемка прошла. Проект называется «Мы идем в школы». Но «Школьный дозор». Вот такой плакатик появится в каждой школе, куда мы приезжаем с своей съемочной группой. Чем отличается этот проект? Тем, что журналисты дети, операторы дети, монтируют тоже дети. Они приезжают в школу, показывают, я не знаю, все то, что отличает эту школу от других. В каждой школе что-то есть, где-то кружки, где-то какие-то объединения, где-то какие-то центры. Берут интервью у детей, у преподавателей, показывают самое интересное в этой школе. Затем делегация от этой школы, может быть, какой-то актив, может быть, какие-то представители, я не знаю, самые выдающиеся дети этой школы приезжают к нам на передачу. Мы показываем отснятый материал, проводим с ними какие-то беседы, берем интервью, и все это идет в прямой эфир сразу. Прямой эфир? Прямой эфир, у нас все эфиры прямые. Где родители могут узнать, увидеть своих детей? Есть у нас приложение для смартфонов официальное, то есть радио Китс ФМ. Также есть официальный сайт, где круглосуточно, 24 часа в сутки мы вещаем. Также у вас еще есть кастинговое агентство, расскажите подробнее о нем. Да, у нас есть кастинговое агентство, оно принимает всех, абсолютно все, кто хотят сниматься в кино, участвовать в каких-то телепроектах. Главное, чтобы вам было больше 8 лет, верхний потолок у нас отсутствует, могут взрослые люди прийти. Мы делаем портфолио, заносим в базу данных, и затем уже занимаемся тем, что ищем для вас какое-то занятие, так скажем. В Москве ли, в Рязани ли, возможно, съемки в каких-то рекламных проектах. То есть мы сотрудничаем с различными рекламными организациями. Елена, вот вы существуете в Рязани уже несколько лет, вот расскажите, как, по вашему мнению, изнутри, чем вы интересны детям? Ну, наверное, прежде всего тем, что это не разовый какой-то проект, куда ребенок приходит на 12-16 часов, да, получает там бумажку, красивый сертификат, что он уже артист, и все, до свидания, дальше он никому не интересен. У нас все по-другому. У нас приходят дети, они у нас остаются, остаются годами, им все нравится, у них есть перспектива какая-то, допустим. Если мы возвращаемся к кастинговому агентству, есть в этом направлении перспектива. Если они ничем дальше не будут заниматься, не станут, допустим, профессионалами в этой сфере, все равно в любом случае момент раскрепощения присутствует. Это помогает в жизни как-то. Потом, мы очень много передач по телевидению, да, дети хотят туда, им нравится, их безумно это все манит. Не нужно ждать такого возраста определенного, да, когда можно поступить куда-то в институт, стать взрослым человеком, чтобы этим заняться. Они уже сейчас могут стать популярными, сейчас могут стать известными, они приходят к нам, через какое-то время действительно их узнают на улице, да, дети наши раздают автографы, это очень приятно. Им это безумно нравится, вот этот адреналин захватывает, и все, ребенок уже из этого никогда не уйдет. Все замечательно, все чудесно. Спасибо вам большое за беседу, мы желаем вам успеха в вашей работе, а с телезрителем обращаемся. До новых встреч в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин